Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам показать обзор на новинку компании ICM, новинка под номером 48194. Это у нас модель немецкого легкого бронеавтомобиля радиосвязи. Вот наша коробка. Коробка у нас не очень большого размера, но это потому что наш автомобиль в 48-м масштабе. Первое, что мы видим, красочный бокс-арт. Далее мы открываем нашу коробочку. Вот, открываем нашу коробку. Коробка из полотного картона. Открываем нашу коробку. В ней у нас инструкция, руке с литниками и декаль. Начнем обзор с декали. Декаль выполнена на бумаге, на новой, поэтому проблем с переводом возникнуть не должно. Далее у нас инструкции. Покажу инструкцию. Сразу хочу обратить внимание на палитру. Я вам сейчас приближу ее. Палитра дана у нас Revoltomia. Вот номера красок, которые пригодятся при сборке и окраске модели. Начнем, друзья, обзор с инструкцией. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первая страница у нас глянцевая, последующая матовая. На первой странице технические характеристики данного бронеавтомобиля на двух языках. На русском и английском. Далее у нас на данном развороте показаны наши литники. Красным показываются неиспользуемые детали, которые не используются при сборке данной модели. Инструкция достаточно подробная. Каждый шаг показан подробно и четко. При сборке проблем возникнуть не должно. Также хочу обратить внимание, что у нас присутствует на выборе плата отравления. И у нас получается отравление сделано так, что оно закрывает внутренности модели. Вот наш автомобиль, окончательный вид 3D модели. И нам предлагает компания A7 четыре варианта окраски. Первый вариант это у нас Украина август 41-го. Россия ноябрь 41-го. Кстати, интересный вариант по зимнику. Также у нас Тунис, март 43-го. И Беларусь, октябрь 43-го года. Ну и теперь, друзья, давайте приступим к обзору наших литников. Так вот мы это сделаем. Модель у нас примерно 10 сантиметров длиной. Тут у нас даны корпус. Сразу, скажем так, готовый. То есть, вот такая у нас была модель. Ну, 10 сантиметров. Так, что хочу сказать по корпусу. Отлит хорошо. Тут у нас есть на корпусе элементы подвески. Так. Тут также все хорошо. Каких-либо дефектов не обнаружено. Далее у нас литник. Это, я так понимаю, диски. Да. И наша резина. Сейчас я попробую открыть. Так. Хорошо упакована резина. Вот наша резина. Так. Тут стыка пресс-форм нет. Протектор достаточно четкий и пролит хорошо. Особенно учитывая, что эта модель у нас в 48-м масштабе. Вот наша резина. Резина пролита четко. Далее, еще хочу обратить внимание, что у нас колеса еще есть в таком варианте. Вариант пластика. Тут уже все готово. Также хочу обратить внимание, что стыка пресс-форм нет. На данном литнике присутствуют мелкие детали. Мелкие детали пролиты все хорошо и четко. Каких-либо других дефектов я не вижу. Дальше наш следующий литник это антенна и другие мелкие детали. На данном литнике также у нас все хорошо. Каких-либо дефектов нет. И последний литник это у нас детали корпуса, подвески, ходовая часть. И также, я так понимаю, это у нас запасное колесо. Запаска налита сзади у нас крепится. Она как бы сделана, что зачехленная. Вот. Также присутствуют мелкие детали на литнике. И все у нас пролито хорошо и четко. И теперь у нас платка отравления. Как я уже сказал, в инструкции показано, что модель у нас сделана с закрытым вариантом. Так. Наше отравление отличное. То есть, все сделано, прорезано. Все хорошо. Так, сейчас еще посмотрим. Да. Все хорошо. Вот. На этом я, друзья, хотел бы закончить наш обзор. Обзор на новинку от компании А7 под номером 48194. Модель немецкого бронеавтомобиля радиосвязи. Любители 48 масштаба покупайте обязательно. Модель отличная. Думаю, проблем возникнуть не должно. Также новички. В инструкции там все показано четко и хорошо. Поэтому приобретайте. И она, думаю, должна вас порадовать. Всем спасибо. Пока.